В уютной обстановке люди пьют чай и делятся своими проблемами. В Байкальском центре поддержки трезвости не важны профессии и социальный статус человека. Здесь все равны, и каждый получит помощь. Я жила с мужчиной, который был в алкогольно-наркотической зависимости. И бросить его не могла, и помочь ему ничем не могла. Начав ходить на группы, я здесь познакомилась с женщинами, у которых схожие проблемы. Мы здесь друг друга поддерживаем. Центр помогает не только посетителям, которые столкнулись с наркотической или алкогольной зависимостями. Сотрудники окажут психологическую помощь детям из неблагополучных семей, ВИЧ-инфицированным, людям с депрессией, проблемами курения и переедания. Трезвость ума – вот что здесь находит. В анонимных переедающих я не только снизила огромное количество килограмм за эти два года, у меня ушел букет болезней, которые сопровождали лишний вес, причем без единой таблетки. Вообще отношение к этому миру поменялось. Ну и, конечно же, отношения с едой стали. То есть пришло такое здравомыслие в мою жизнь. Уже пять лет Байкальский центр поддержки трезвости бесплатно помогает людям преодолевать их проблемы. Участники содружества проводят индивидуальные встречи, трезвые праздники, ездят за границу на форумы. Благодаря методике «12 шагов» сотни иркутян смогли наладить жизнь. Сотни людей – это очень мало. У нас огромный город, есть группы в разных других городах Иркутской области, не только. И вот мы хотим, конечно, увеличить наше влияние, то есть донести до людей, где есть выход, где есть помощь, чтобы они это знали. В этом году центр выиграл президентский грант. Средства потратят на ремонт и оборудование помещений. Также грант позволит вести постоянный прием посетителей. Так что теперь анонимно обратиться за помощью сможет каждый в любое время. Захар Семенов, Артур Рощупкин. Новости сейчас.